Скорее всего, частных выборов совсем не было ни разу в истории современной России, ну, по крайней мере, при Путине. Можно воспринимать это как, не знаю, эпитафия российским выборам. Показательно то, что мы имеем рекордный масштаб вбросов, 22,4 миллиона вбросов, это минимальная оценка, на самом деле, этих голосов может быть там больше 30 миллионов. Такие результаты выборов, они характерны, как мы знаем, для стран Центральной Азии, например, для каких-нибудь открытых диктатур, диктатур страха. Этот результат может с Путиным сыграть свою шутку. Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачашникова. И я, Наталья Чампаладова, привет. Такого показателя еще не было в истории современной России. Так, несколько дней назад глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова прокомментировала итоги явки на выборах президента. Она составила почти 77,5% от общего числа избирателей, включенных в списки. Рекордные цифры показал и объявленный победителем Владимир Путин. 87,28% голосов избирателей по официальным данным Центра избиркома. Но есть и другие рекорды. Как минимум, 22 миллиона голосов за Владимира Путина считаются аномальными, а проще добавленными к итоговому результату. Такого количества сфальсифицированных голосов на президентских выборах тоже в современной России еще не фиксировали. Об этом пишет исследовательский проект «Сидор», который с помощью математических и статистических методов проанализировал 12 электоральных компаний в России, начиная с 2000 года, и пришел к выводу, что за 24 года выборы федерального уровня превратились в их имитацию. Что означает рекордные результаты Владимира Путина, уровень явки и уровень фальсификации? Можно ли доверять тем математическим методам, которые использовали исследователи? И хоть раз в России были честные выборы? Эти вопросы мы задали гостю нашего сегодняшнего подкаста, основателю проекта «Сидор» Арнольду Хачатурову. Мы наши исследования, разумеется, приурочили к последним президентским выборам 2024 года. В них не было никакой интриги с точки зрения результатов победителя, но также не было интриги в том, что они будут, вероятно, очень-очень грязные и нечестные с точки зрения подсчета голосов и вообще самой процедуры голосования. Мы давно анализируем электоральные данные и видим, что там есть определенная тенденция долгосрочная, и она очень неприятная, что с каждыми выборами, по сути, появляются какие-то инновации. Они могут быть законодательного характера, могут быть процедурального характера, но, в общем, все они приводят к тому, что следить за выборами сложнее, аномалий там все больше, и возможностей для манипуляции там все больше. Соответственно, мы заранее захотели рассказать такую историю. Можно воспринимать это как, не знаю, эпитафия российским выборам, потому что очевидно, что они превратились во что-то уже совсем такое из разряда символического мероприятия вообще для всех участников и для всех, кто за и для всех, кто против. То есть мы не знаем, что будет там через шесть лет, но очевидно, что уже выборы совсем выхлощены, совсем потеряли свой смысл, и мне кажется, что они, ну, как бы сильно хуже стать уже не могут, поэтому это хороший момент для того, чтобы подвести такой итог, как вообще мы в этой точке оказались. Мы смотрели только на выборы федерального уровня, это всего 12 компаний. Госдума, президент и отдельно стоит референд 2020 года по Конституции. Федеральные компании, но мы смотрели в разрезе регионов, что важно, то есть мы смотрели не только картину в целом по России, но и в каждом регионе отдельно. Тогда давайте, пожалуйста, расскажите нам поподробнее, как мы оказались в той точке, в которой оказались, как менялись выборы в России, начиная с 2000 года, какие были там рэперные точки основные, ну, вопрос, которым, наверное, задают сейчас многие. А вообще-то хоть раз при Путине были честные выборы? Скорее всего, нет. То есть, скорее всего, честных выборов совсем не было ни разу в истории современной России, ну, по крайней мере, при Путине, там, 90-е, возьмем за скобки. Есть два исключения. Ну, самых близких к этому моментов. Первый момент — это 2000 год, когда выборы были относительно чистыми, и уровень манипуляций был по нынешним меркам достаточно маленький. Метод, которым мы пользуемся, метод Сергея Шпилькина, показывает вбросы. Вбросы — это только одна из технологий фасификации, их много. То есть это всегда заниженная оценка. Но вот с точки зрения оценки только вбросов, 2000 год был рекордным, в хорошем смысле их было мало. Мы видим порядка двух миллионов голосов. Для сравнения, спустя 24 года мы видим уже 22 миллиона голосов. Во время голосования по Конституции в 2020 году было, по-моему, уже ближе к 30, там, 29 миллионов голосов. Как минимум в 10 раз масштабы вбросов выросли. Другие методы фасификации, там, мобилизации бюджетников и так далее подконтрольного голосования, электронного голосования, мы все это в этом случае не учитываем. И еще одно исключение регионального уровня, в большей степени, это выборы 2012 года. Если мы смотрим конкретно на Москву, мы помним, что были молотные протесты, когда массово россияне стали замечать, что с голосами что-то не то происходит, что они голосуют за одного кандидата, а побеждает всегда другой кандидат. Была волна какого-то гражданского движения, много независимых наблюдателей. В общем, были выборы 2011 года, после которых были самые массовые протесты, опять же, за последние годы и десятилетия даже, и они очень, как мы знаем, напугали власти. И после этого власти действовали в двух направлениях. С одной стороны, закручивали гайки, были введены разные ограничения политические, которые полностью реализовались за последние два года. Но в косрочной перспективе выборы мгновенно стали чуть более честными, более чистыми. Если мы смотрим, опять же, на графики, построенные методом Сергея Шпилькина, физика и специалисты по электоральной статистики, мы видим, что в 2012 году, по крайней мере, в Москве вдруг неожиданно форма этого графика выпрямляется и становится такой, какой она должна быть, если выборы проходят практически честно. Поскольку это соседние годы, ничего не изменилось в поведении москвичей. Никакого другого объяснения, кроме того, что был какой-то указ, по крайней мере, в протестных столичных регионах сократить объемы вбросов, этому нельзя дать. Арнольд, а расскажите, пожалуйста, чуть подробнее о методе Сергея Шпилькина, которым вы пользовались. И я правильно поняла, что этим методом вы анализировали исключительно вбросы бюллетеней. То есть другие фальсификационные технологии тут не анализировались. Да, арсенал этих технологий фальсификации, он постоянно расширялся. Более-менее все знают, что есть вбросы, когда просто бюллетень, они заполнены и заполняют за избирателя и вкидывают. Есть технологии рисовки, когда бюллетень можно не выбрасывать, а в самом протоколе менять цифры, как по указкам сверху, как правило. Есть технологии перекладывания голосов из одной стопки в другую, когда не заполняют бюллетень не за тех, кто не проголосовал, а за тех, кто проголосовал за другого кандидата, там переписывают результат, бывают там карусели и так далее. Электронное голосование, опять же, технологий очень много, все сложнее заметить, задетектировать с помощью статистических методов. Есть метод Сергея Шпилькина, самый известный, он лучше всего отлавливает именно вбросы, но это доминирующая технология, именно в фальсификации на выборах довольно сложно дать какие-то оценки пропорций, но вбросов всегда много. Если мы смотрим на наши расчеты, то вот начиная с 2007 года стабильно больше 10 миллионов голосов выбрасывается за лидера, достигая 29 миллионов голосов в 22 последних выборах, есть рисовки, они тоже частично попадают в анализ методом Шпилькина, но не полностью, потому что можно рисовать отдельно явку, можно рисовать отдельно результат, это чуть сложнее увидеть, но есть другой метод, про который мы тоже пишем, называется метод целочисленных аномалий. Не вдаваясь в детали, он состоит в том, что поскольку фальсификации совершают люди, они не лишены тоже влияния человеческой психологии и привычек наших умственных, и поэтому люди более склонны вписывать круглые числа в значении, например, результата, явки той же, и то есть они скорее напишут результат 85%, чем там 84,73%. И за счет этого методом целочисленных аномалий мы можем увидеть очевидно нереалистичные участки. Бывает, что в каком-то городе 100 участков показали одинаковую явку, одинаковый результат, круглый. Этот метод он показывает им нарисовки. Таким методом, например, в 2024 году мы насчитали 6 миллионов голосов, при том, что они как-то частично с вбросами пересекаются, мы точно не знаем как. Есть перекладывание голосов, для которого нет какого-то одного универсального метода определения, но есть некие косвенные признаки. На примере последних выборов видим, что результаты Дованкова начинают снижаться на участках, где явка составила выше 70%. То есть, как правило, вот эти участки, где больше 70%, там и у Путина максимальные результаты. То есть, это те участки, где оказывалось либо какое-то административное давление, то есть, гоняли бюджетников, либо где рисовалась явка и рисовался результат. Чем больше там явка, тем, как правило, это более аномальный участок. И вот на участках до 70% Дованков опережает всех кандидатов, кроме Владимира Путина, то есть Харитонового и Слуцкого, а потом резко начинает отставать. Это скорее косвенный признак, то есть мы не можем говорить уверенно, что там Дованков убеждал, но мы видим, что необъяснимый никакими другими обстоятельствами фактор. И, вероятно, он связан с тем, что происходило прикладывание голосов из одной стопки в другую. А я правильно понимаю, что все вот эти методы и весь анализ, который вы проделывали для исследования, проводился на открытых данных, там, о явке, о результатах выборов, еще на каких-то данных? Да, они относительно открытые. ЦИК выкладывает данные в разрезе избирательных комиссий, их больше 90 тысяч, данные по результату и по явке. Там есть еще временные интервалы, то есть можно смотреть в разное время дня распределения голосов и так далее. То есть там в целом достаточно подробные, хорошие данные, за исключением того, что в последние годы, по крайней мере, ЦИК намеренно усложняет доступ к ним, применяет технологию, которая называется программирование опускации, намеренно зашифровывая данные, которые сам же выкладывает. Если скопировать с сайта ЦИК какие-то цифры и потом вставить, то они вставятся в другом виде. То есть скопируете вы какие-то результаты в процентах, а потом это вставите и получите случайный набор символов. То есть в процессе копирования данные подменяются. Не в этом году ее придумали, она уже какое-то время действует. Но это явно намеренная технология. Это действительно усложняет доступ. Но каждый год выборов происходит какая-то такая схватка брони и снарядов, что аналитики пытаются фускаться это сломать, обойти. ЦИК что-то еще новое придумает. подкасты «Радио Свобода». Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова. И я, Наталья Джампаладова. И сегодня мы обсуждаем, что означают рекордные результаты Владимира Путина на выборах и говорим о том, были ли хоть раз в России честные выборы. Вы уже обратили внимание на то, что на протяжении этих 24 лет чистота выборов менялась в худшую сторону, если можно так выразиться. Но сложно поверить, что это происходило повсеместно. Неужели во всей России, огромной стране, до сих пор не осталось никаких регионов, где по-прежнему голоса считают честно и никаких фальсификаций не допускают? Я боюсь, что совершенно чистых нет совсем. Есть более или менее чистые, но их становится все меньше и меньше. Опять же, мы показываем в нашем исследовании, что если в 2000 году регионов, где относительно мало было фальсификаций, меньше 10%, голосов за лидера были аномальными, их было больше 70%, может, 80%, то сейчас их только 20%, в 4 раза меньше стало относительно честных регионов. При этом группа регионов, которые самые нечестные, настолько нечестные, что их даже сложно оценить статистически, потому что для того, чтобы провести оценку методом Шпилькина, нужно, чтобы в регионе были условно честные и условно нечестные участки. Сравнивая одни с другими, мы видим масштаб вбросов. Если регион целиком нечестный, то нет вот этой точки для сравнения, очень сложно посчитать масштабы искажений. И вот в начале нулевых это были такие регионы, да, совсем нечестные, где аномально высокий уровень бросов. Были штучные, там, не знаю, два-три региона, в основном Ленические республики, Северный Кавказ, то в 2004 году это уже, по-моему, 41 регион попадает в категорию абсолютно нечестных, то есть тех, где прям сложно сравнивать, сложно работать с этими данными, столько они подозрительно выглядят. Ну, это рекорд за всю историю голосований. Регионы, которые можно назвать относительно честными, их остается 20%. Шесть регионов, которые можно сюда отнести, это Союзовская область, Хабаровский край, Новогодская область, Карелия и Ярославль. Даже в этих регионах был, как правило, как минимум один год, когда они попадали в другую группу, то есть в группу с более высоким уровнем вбросов. Но в целом, если говорить о честных, они там более-менее в этой когорте оставались, а самые частные – это Северный Кавказ в основном, Течня, Дагестан, Душетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия. Татарстан был в этой же группе, их было всего четыре. В 2000-2004 их стало 40, то есть десятикратное увеличение числа. Арнольд, но вам могут возразить сотрудники Центра Сбиркома или, например, какие-то провластные комментаторы, что почему же вы сразу называете нечестными выборы там, где вы не можете посчитать, потому что вам не с чем сравнивать в этом регионе. Но, может быть, там действительно люди так настроены поддерживать партию «Единая Россия», поддерживать президента Владимира Путина, поддерживать поправки к Конституции, и всё там честно. А вы раскачиваете лодку и всё врёте, как любят говорить в ЦИКе. Да, критика распространённая, и говорят, что это всё какая-то абстрактная математика, что она не учитывает культурные особенности политического поведения, что это всё чушь. Как мы на это отвечаем? Во-первых, регионы можно сравнивать во времени с сами собой, и выборы тоже можно сравнивать во времени с сами собой. И на наших графиках мы видим, что почему-то в начале нулевых этот метод работает и показывает, что выборы относительно частые. А потом он медленно перестаёт работать и показывает всё больше и больше вбросов, и показывает всё больше и больше аномальных зон, где сам по себе этот анализ неприменим, потому что настолько эти зоны аномальны. И как я вначале приводил пример с Москвой, где буквально соседние выборы, одни почему-то выглядят достаточно хорошо по этому методу. Другие выборы с разницей в 4 месяца выглядят уже совершенно вброшенными. Как это объяснить? Совершенно нет никаких способов, нет никаких аргументов, почему за 4 месяца москвичи вдруг стали голосовать совершенно по-другому. Ну и таких примеров много. Такие сравнения во времени показывают, что и в России, то есть нет никакого особого пути статистического, в России тоже работает этот метод, и он работал раньше хорошо, а сейчас хуже. Это скорее говорит нам не о методе, об изменениях каких-то в самих выборах в России. Второй аргумент — это другие страны с более демократическими режимами, с более открытыми, прозрачными выборами показывают нам, что в них вот это вот распределение голосов и явок, которые мы всегда смотрим, чтобы оценить вбросы, оно там выглядит так, как мы и ожидаем, что оно будет выглядеть, оно более нормальное, у него там один пик, если математически говорить. То есть если мы смотрим на выборы в Испании, например, мы видим, что там этот метод почему-то работает. Опять же, почему он не работает в России, понять очень сложно. Довольно много таких свидетельств, да, плюс они подкрепляются тем, что у нас огромное количество каких-то других нестатистических, да, уже как бы реальных свидетельств вбросов, фиксификаций, видео различные, данные наблюдателей и так далее. Плюс мы используем не один метод, а как минимум два, а то и три, и в совокупности это дает довольно объемную картину, в которой довольно сложно нашибиться, сложно сказать, что мы что-то не так делаем. Конечно, у метода есть много ограничений, мы про это пишем, и там есть какие-то регионы, которые нам приходится иногда исключать из анализа, потому что они как-то выбиваются. И метод в Прикино там, например, плохо работает для маленьких регионов, где маленькие участки или, в принципе, там меньше 100 тысяч жителей, например, какой-нибудь Ямало-Ненецкий автономный округ не стоит так анализировать, потому что метод работает на больших числах. В таком случае мы регион исключаем. Все остальные объяснения о том, что есть какое-то уникальное политическое поведение россиян, которое не схватывает с статистикой, мы скорее по результатам исследований этому не верим. Ну вот вы уже упомянули о наблюдателях. Скажите, а вы как-то заметили по результатам исследования их влияние на частоту выборов? Могут ли наблюдатели, которые активно заинтересованы, которых много, которые присутствуют на участках, действительно повлиять на качество подсчета голосов и конечные цифры? Мне кажется, что скорее да. По крайней мере, так было условно 10 лет назад. Сейчас я уже не уверен, что это работает, во-первых, потому что наблюдатели перестали пускать, во-вторых, потому что выборы уже настолько изменили свой характер по сравнению с 10-летней давностью. Вот этот вот репертуар фасификаций разросся, потому что одно дело, когда у вас есть там участки с камерами, и другое дело, когда у вас есть электронное голосование на федеральном уровне, когда голосование длится три дня. Электронное голосование — это пример такой технологии, которая, в принципе, отрицает возможность наблюдения. Там тоже мы нашли признаки манипуляции вбросов. Мы уже писали, что пик пришелся на пятницу в 8 утра между 30 и 45 секундой, пик по количеству проголосовавших. То есть люди, видимо, поставили будильник, и там 50 тысяч человек проголосовали в условную 8.30. При том, что там нужно было совершить в приложении довольно много действий для того, чтобы поставить галочку за кандидат. Просто уже настолько много возможностей эти результаты подкручивать, что как будто бы уже наблюдатели тоже не могут все охватить, и условия им затронены очень сильно. Но надо помнить о том, что основные методы ограничения политической конкуренции происходят до выборов. Никаких кандидатов, которые могут представлять угрозу для Владимира Путина и Единой России, их просто не пускают. Потом начинается мобилизация бюджетников. За счет этого постоянно растущего и разнообразного характера манипуляций российские выборы, мне кажется, к 2024 году превратились во что-то, не знаю, можно посмотреть на наших графиках, как это выглядит, но, в общем, это все сложнее и сложнее как-то придавать этому смысл. В таком случае, на ваш взгляд, что вот эти выборы 2024 года президентские могут говорить избирателям, и не только избирателям, но и наблюдателям о сложившемся в России политическом режиме и устройстве в стране? Мы здесь консультировались с Маргаритой Завадской, с политологом. Ее вывод основной состоит в том, что российский режим перешел из фазы электорального авторитаризма в гегемонистский авторитаризм, то есть в какой-то режим, который уже открыто демонстрирует, что он непобедим, и что с ним не имеет смысла пытаться как-то соперничать, и что это плохо закончится для тех, кто попытается ему бросить вызов. И такие результаты выборов, они характерны, как мы знаем, для стран Центральной Азии, например, для каких-нибудь открытых диктатур, диктатур страха, как их еще можно назвать по книге Даниэла Трейсмана и Сергея Гуриева, то есть режимы, которые опираются уже открыто на принуждение и на страх, а не на какую-то более изощренную технологию. И вот, кажется, российский режим этот черту тоже перешел, стал диктатурой страха, принуждение, диктатурой гегемонистского характера, и такие результаты фантастические, как 87%, могут быть нужны для того, чтобы, с одной стороны, демобилизовать протестный электорат людей в России, которые все еще пытаются сопротивляться и голосуют против или выходят на протесты, на похороны Навального и так далее, то есть показать им, что они какое-то совсем статистическое меньшинство, и таким образом их деморализовать. С другой стороны, политическая теория говорит нам о том, что такие результаты могут посылать сигнал элитам, которые переживают за сохранность своих капиталов, своих активов. Политические элиты видят, что режим полностью контролирует ситуацию в стране, и никаких соперников у него нет, и, соответственно, для их активов никаких угроз тоже нет. Элиты должны поддерживать Владимира Путина, сплотиться вокруг него. Это еще одна интерпретация. Зачем это нужно? При этом, опять же, многие говорят, что этот результат уровня центрально-азиатской диктатуры может с Путиным сыграть злую шутку, потому что все-таки слишком высокий уровень манипуляций, слишком сильным может оказаться разрыв между ощущением людей, которые все-таки столкнулись с мобилизацией, с огромными потерями, с некоторым ухудшением экономической обстановки. Объективно очень странно увидеть, что доля поддержки правящей партии только растет, несмотря на все эти тяжелые условия. Конечно, это можно объяснять консолидацией вокруг знамени и войной, и все такое, но, тем не менее, есть мнение, что все же это слишком высокий результат, и люди тоже начнут задавать к нему вопросы. Возможно, так делать не стоило, но очень сложно, во-первых, умерить пыл людей, которые на местах выполняют KPI в администрации президента. С другой стороны, уже очень высокий отрыв от реальности, и если, наверное, если Владимиру Путина хочется увидеть, что его поддерживают 99%, то, значит, так тому и быть. А вот объясните все-таки, пожалуйста, а почему это такая неприятная и неправдоподобная цифра 87%? Действительно, очень сомнительно бы выглядело, если бы 99% проголосовали за Владимира Путина или 100%. Тем более, что речь ведь идет не о реальных 87%, а только о тех 87%, которые пришли и проголосовали. А насколько мы все можем помнить, то в России уже давно убрали историю, связанную с порогом явки, и даже если на избирательный участок придет 10 человек, не знаю, бюджетников, и все эти 10 человек проголосуют за Владимира Путина, то это будет признано вполне нормальными результатами, которые ЦИК проглотит и переварит. Да, все так. И на самом деле были участки, да даже целые регионы, что там Чеченская Республика, мне кажется, там 98-99% за Владимира Путина голосов. Просто сравнение с другими странами показывает нам, что нет ни одной страны, которая бы попадала в категорию соревновательных демократии, где реально происходят выборы и меняется власть на выборах. Не бывает таких цифр, там гораздо более плотная борьба. И тоже здесь какой-то аргумент появляется об особенности российской демократии, которая не вписывается в западные либеральные каноны. И вот отличается тем, что демократия в 190% голосует за лидера. Возможно, в каких-то ситуациях это имеет объяснение. Я точно не знаю, опять же, поскольку не исследовал подробно результаты выборов в других странах. Но мне кажется, в нашем случае показательно то, что мы, во-первых, имеем рекордный масштаб вбросов. 22,4 миллиона вбросов – это минимальная оценка. На самом деле этих голосов может быть там больше 30 миллионов, еще сюда стоит добавить административно мобилизованный электорат, бюджетик. То есть это не настоящие 87%. С другой стороны, мне кажется, все-таки война и последствия войны должны были как-то хотя бы части россиян вызвать недовольство, и мы видим какие-то протестные движения. Многие из них локальные уровни, скорее, но все равно определенное недовольство, усталость войной точно есть, поэтому эти результаты были еще менее правдоподобными. К сожалению, у нас просто нет способа, и здесь уже действительно никакой Шпилькин не поможет. Нету способа оценить, сколько россиян действительно поддерживают Путина. Это загадка уже из области, которую пытаются как-то решить социологи, и тоже показывает, на самом деле, что реальная поддержка Владимира Путина, на самом деле, гораздо ниже, чем она проецируется в этих опросах. Поэтому мне кажется, что просто этот режим очень преуспел в том, чтобы показывать и создавать искусственно как-то поддерживать путинское большинство, создавать видимость того, что все общественное мнение целиком на его стороне. А на самом деле это не так. Тогда давайте еще чуть-чуть для наглядности, чтобы было понятно. Мы просто оперируем какими-то огромными цифрами. 30 миллионов голосов, 87 процентов. Центральная избирательная комиссия ведь опубликовала официальные данные. Напомните нам, пожалуйста, сколько в итоге человек, граждан России, участвовали в этих выборах, чтобы было понятно, сколько человек не в процентном выражении, а в численном проголосовал в итоге, по данным Центра избиркома, за Владимира Путина. Если я правильно помню, за него проголосовало чуть больше 60 миллионов человек без учета электронного голосования. И в сумме не больше 70 миллионов человек получается. Скорее даже меньше, наверное. Может быть, 65-66 миллионов человек. Я, к сожалению, точно не помню. Если вычитать вот эти атомальные голоса, то этот результат падает. Все равно Путин побеждает, если мы эти голоса вынимаем. Его проценты снижаются примерно до 80, но все равно он лидирует. Если мы эти голоса уже перенаправим к какому-то другому кандидату, то есть предположим, что вот эти украденные голоса — это люди, которые перешли бы на выборы, но как-то по-другому бы выразили свое мнение, то тогда уже там до 50 с чем-то процентов снижается его, в кавычках, реальный результат. Но, опять же, это все не учитывает и бюджетников, и не учитывает другие технологии фальсификации выборов. В таком случае, скажите, а зачем вообще людям ходить на выборы? Вообще-то остаются у российских избирателей хотя бы какие-то минимальные возможности хоть как-то повлиять на результаты голосования? Мы надеемся, что да, остается. Даже в самых закрытых авторитарных режимах, диктатурах случаются разные необычные явления, в том числе связанные с выборами, какие-нибудь опрокидывающие выборы, когда неожиданно побеждает кандидат-спойлер, то, что происходило в Беларуси с Светланой Тихановской, которую Лукашенко допустил до выборов. Потом Владимир Путин, видимо, учел его ошибки и решил никого вообще не допускать. Но случай с Тихановской показывает, что возможны неожиданности на выборах в авторитарных режимах. Мы еще цитируем пример из Малайзии, где тоже 60 лет была у власти правящая группа. Тоже в результате выборов удалось ее сместить, при том, что тоже режим Малайзии был довольно жесткий. Плюс есть еще такой аргумент о том, что если вы на выборы не приходите, совсем их бэкотируете, то это упрощает жизни тем, кто эти выборы рисует. Хотя, конечно, это не исключает манипуляции, слишком широкий инструментарий для этого. Но все равно общая рекомендация – скорее ходить на выборы и голосовать, несмотря на то, что мы не знаем точно, что будет с нашим голосом. Если можно хоть как-то затруднить властям манипуляции, то надо это сделать. Ну и последний аргумент. Я бы сказал, что это может быть важно с точки зрения поддержания общего духа и невпадания в ныне, потому что людям важно участвовать в каких-то акциях и как-то проявлять свою политическую волю. И поэтому достаточно популярной стала в итоге инициатива плотно против Путина, хотя она, может, не имеет очень много практического смысла, не было цели его переголосовать. Но была цель сделать так, чтобы большое количество людей пришло в это время и смогло посмотреть друг на друга и увидеть, что они не одни. И таким образом, опять же, работать против этого мифа о путинском большинстве, которое непоколебимо, которое всегда с нами, и народ единый и так далее. И вот, мне кажется, эти три, получается, разных причин для того, чтобы все-таки иногда участвовать в электронных процедурах так называемых. На них могут быть сюрпризы. Ваше участие усложняет махинации. И это такой тренажер для гражданской солидарности и возможность все-таки видеть каких-то единомышленников и не забывать вообще, что политика есть и когда-нибудь она будет в России. Основатель проекта «Сидар» Арнольд Хачатуров был на связи с подкастом «Человек имеет право». Это был подкаст «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачашникова. И я, Наталья Чампаладова. Российские власти признали Радио Свобода нежелательной организацией, но вы по-прежнему можете слушать наши подкасты. А вот делиться ссылками на выпуски или комментировать их может быть небезопасно.